Аварийные в Омске не только дома, но и деревья. Тополя, которыми в советское время массово засаживали дворы и скверы, сегодня один за другим начинают падать. Все дело в сроке жизни деревьев. Их нужно менять каждые 15 лет. Сколько сегодня в Омске опасных деревьев? Можно ли заменить их сейчас? Во сколько это обойдется городу? И насколько эффективным с точки зрения экологии будет такая замена? Дмитрий Ковалев разобрался во всем. Здесь гнилой тополь спилили за мгновение, до того, как он рухнул. Но жители дома до сих пор боятся ходить по двору. Рядом десятки таких же опасных деревьев. Я уже боюсь, что у меня вырвет вместе с углом весь дом. Почему? Потому что этому тополю уже 50 лет, наверное. Я считаю, если 47 лет дому, то его уже раньше посадили. Массово Омск засадили тополями в середине 50-х, когда строили промышленные предприятия. Чтобы хоть как-то защитить горожан от вредных выбросов, выбрали самое неприхотливое и быстро растущее дерево. За три года тополь вытягивается на три метра. Кроме того, этот вид уникален своими свойствами. Это самый мощный и естественный производитель кислорода. Больше всего таких деревьев в городке нефтяников. А вот берез и хвойных во дворах практически нет, сожалеет дендролог Михаил Григорьев. Он считает, что тополей возле жилых домов вообще быть не должно. Главный недостаток – его непрочность. Из-за быстрого роста древесина становится рыхлой. А суровые зимы окончательно разрушают ствол и ветви изнутри. Именно поэтому такие деревья падают даже при небольших порывах ветра. Появление каких-то трещин, ну, прежде всего, морозобойных трещин. Это от холода? От холода, да. То есть в зимнее время образуются такие, скажем, вертикальные трещины. Вот, скажем, вот где-то, да, вот она вертикальная была где-то трещина. Ну, она, собственно говоря, как бы заросла. Но явно, что древесина там внутри тоже нарушается. Целостность? Целостность, конечно. То есть механическая ткань от морозов, она разрушается. И вот этой прочности, собственно говоря, дереву не хватает. Если дерево сильно наклонено, а его верхушка высохла, то спилить его нужно как можно быстрее. На многих деревьях можно заметить, вот такие спилы или зарубки кору специально обрезают на несколько сантиметров вокруг всего ствола, чтобы дерево высохло изнутри. Спиливать один тополь невыгодно, поэтому к сносу подготавливают сразу несколько деревьев. Лучше всего тополя приживутся рядом с реками. В этих местах они вырастут крепкими и будут защищать от вредных выбросов. В жилых зонах специалисты советуют высаживать сибирскую яблоню и липу, а из хвойных пород – лиственницу. Еле сосны и кедры не приносят пользы. Их способность очищать воздух в разы меньше, чем у лиственных пород. Впрочем, сейчас новые микрорайоны и вовсе предпочитают засаживать кустарниками. Мы ориентируемся в первую очередь на безопасность и эстетическую привлекательность растений. Береза, вяз, сирень, калина, рябина, барбарис, хвойные породы деревьев. Промышленные предприятия образуют над городом облако из вредных веществ, которое в шесть раз больше площади самого Омска. Поэтому никто и не собирается избавляться от тополей. И пока коммунальщики вырубают только самые опасные деревья. Дмитрий Ковалев, Сергей Степанишин, Антон Щетинин, Евгений Слепов. Омск.Здесь.